Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наша рубрика уроки фэн-шуй. Поговорим о том, как совместима женщина-авен с другими знаками зодиака в любви. Первая пара, о которой мы поговорим, это авен-авен, авен-женщина, авен-мужчина. Очень, конечно, противоречивый брак, по той простой причине, что в одной посуде присутствуют два лидера, два противоречивых, совершенно не склонных к компромиссам людей, которые в общем и целом постоянно друг у друга тягают одеяло, доказывают друг другу, кто тут в доме хозяин. Развивается отношение, как правило, по двум моделям. В первой модели мужчина-авен пытается спасти брак, но постоянное выяснение отношений рано или поздно подталкивает женщина-авена к тому, что она вполне возможно увлечется более подходящим партнером и уйдет из семьи. Второй вариант, более, конечно, счастливый, если женщина-авен более пассивна и в состоянии, в принципе, уступать своему партнеру-мужчине-авену. В таком случае этот брак может продлиться дольше, хотя припирание, оскорбление и унижение регулярное, я думаю, будут преследовать эту пару всю сознательную жизнь, потому что не могут два лидера существовать в одной посуде. Хотя очень жаль, люди на одной волне, люди, понимающие друг друга, люди работоспособные, прекрасные партнеры, можно сказать, по бизнесу, но совершенно невыносимые в любви. Следующая пара у нас, женщина-авен, мужчина-телец. В принципе, как и для других сочетаний, хоть в бизнесе, хоть для мужчины мы рассматривали, хоть для женщины, союз, конечно, очень противоречивый. Он держится в основном на сексуальных взаимоотношениях. А вну очень не нравится телец, как он считает, своей медлительностью, такой тугодумием, потому что авен гораздо быстрее соображает, гораздо быстрее запрягает и быстрее едет. Телец еще размышляет, а у авна уже все эти три действия уже свершились. Поэтому между ними, так или иначе, возникают трения и конфликты. Ну, разница темпераментов, тут ничего не попишешь. Но зато постельные отношения этот брак довольно-таки долго держат на плаву. Хотя я напоминаю, все относительно. Вот до тех пор, пока телец будет хватать терпения выдерживать авна, этот брак и существует. А так, в принципе, напоминаю, держится он только на сексуальных возможностях и обоих партнеров. Следующая пара, женщина-авен, мужчина-близнецы. Ну, все начинается очень феерично. Близнецы умеют ухаживать, они увлекают авна, покоряют его очень быстро. И, в принципе, что бы мешало им жить в свое удовольствие. Однако эти браки очень скоротичные, очень пламенные, но быстро заканчиваются. Эти отношения, если бы люди не в браке встречались, а были любовниками, такая любовная связь могла бы просуществовать хоть сто лет. Но в браке, как правило, поскольку люди должны уже сталкиваться не только с пламенными взаимоотношениями, но и с решением бытовых проблем, на этом всем вся эта любовь заканчивается. Потому что близнецы весьма поверхностны, а вену весьма вспыльчивы. Все быстренько у них, как говорится, любовная лодка разбилась о быт. Как правило, в течение года-двух этот брак идет ко дну. Потому что все очень легко и легкомыслено, и поверхностно. И близнецы, фактически, они вообще в брачных отношениях не очень стойкие. И эта пара прекрасно бы провела курортный роман, и вспоминала бы об этой страсти всю жизнь. А вот жить они под одной крышей, будучи мужем и женой, не могут абсолютно. Следующая пара. Женщина-овен, мужчина-рак. Но, в принципе, этот брак будет держаться только на долготерпении рака. Вот насколько ему хватит терпеть выходки женщины-овна. Вот столько он и просуществует. Во-первых, люди совершенно разные. Их, в принципе, может сдерживать, опять же, сексуальные отношения. Здесь между ними есть взаимопонимание. Они друг друга как бы в этом плане стремятся. Но в быту овен постоянно нападает на рака, оскорбляет, его унижает. Поэтому женщины-овны. Если вам нравится мужчина-рак, попридержите, пожалуйста, себя в узде, потому что рано или поздно даже его долготерпение может закончиться. И боюсь, что вам потом придется утирать свои слезы из-за вашего неумеренного темперамента, агрессии и напора, с которым вы лезете постоянно в душу своему раку. Следующая пара. Женщина-овен, мужчина-лев. Страсть вспыхивает, как ядерная бомба. Все пылают, все в огне. Оно и понятно. Два огненных знака. Тут все решительно. Но когда страсть проходит, начинается, в общем-то, выяснение отношений. Лев пытается подавлять овна. Это, безусловно, в общем и целом, ему рано или поздно удается. Правда, весь этот процесс притирания превращается в одну большую череду скандалов. Если овна подомнут, что тоже возможно, у льва все-таки сила недюжинная, то брак может держаться на кротости овна, чего я ему желаю. Если женщина-овен чувствует, что она страстно влюблена в мужчину-лева, даже после их постоянных выяснений отношений, то ей придется свою спесь и гордость немножечко поприжать, тогда этот брак вполне может существовать под патронатом льва. Лев начнет активно верховодить в семье, а женщина-овен будет ему подчиняться. На таких, в общем-то, паритетных условиях этот брак вполне может существовать. Если женщина-овен категорически не хочет сдаваться, боюсь, что их скандалы рано или поздно приведут их к неприятной ситуации. Хотя, в принципе, в постельном отношении этот брак весьма замечательный. Следующая пара, о которой мы поговорим, это женщина-овен, мужчина-дева. Женщина-овен, если вам встретилась по дороге дева, прошу сразу уносить ноги. Брак хуже некуда. Вот хуже этого уже альянса придумать трудно. Что происходит? Дева сама по себе, человек очень энергичный, очень властный. Соответственно, наскакивая на волевого партнера в лице женщины-овна, он начинает пытаться ее строить на свой лад. А поскольку чувствует, что проигрывает, начинает использовать самые мерзкие приемы противовна. Во-первых, все, что она ему рассказывает, он потом оборачивает против нее. Постоянное выяснение отношений, оскорбления. В общем-то, пытается ее строить и категорически пытается уничтожить лидерские качества овна. Рано или поздно овен, чувствуя, что атмосфера вокруг него сгущается и становится невыносимой, порывает этот брак. Чаще всего эти браки очень короткие и разрываются именно овнами. Поэтому, пожалуйста, не надо испытывать судьбу, вряд ли вам получится построить с этими людьми отношения. Поскольку девы не могут простить овну их свободолюбия. И рано или поздно доводит овну до отчаяния, до такого отчаяния, что они готовы бежать, куда глаза глядят. Причем все это весьма стремительно. Поэтому я вам очень посоветую вступать в брак у нас с девой. Следующая пара. Женщина овен, мужчина весы. Для мужчин весов это один из самых прекрасных союзов. Они к нему стремятся в общем и целом. И, собственно говоря, и овнам весы весьма подходят. Хотя они по натуре антагонисты. Что такое антагонисты? Весы очень мечтательные, очень спокойные. И рядом огненный и стремительный овен. Но если мужчина весы, а женщина овен, то, в принципе, такой союз вполне может существовать. Мало того, что он очень связан постелью, то есть сексуальными отношениями. И, в принципе, мужчина есть мужчина. Рано или поздно овен со своими выходками, истериками и, в общем-то, командным своим тоном находит общий язык с весами. Считается одним из самых лучших, в принципе, союзов не столько для овна, сколько для весов. Так что, в принципе, если научиться себя контролировать, союз может быть. Следующая пара женщина овен, мужчина-скорпион. Этот брак держится только на сексуальных взаимоотношениях, поскольку скорпион очень мощная натура, действует на овна, как удав на кролика. Таким людям было бы, конечно, лучше быть любовниками и расходиться в свои уютные теплые гнездышка. А внутри семьи надо признать, что овну будет очень нелегко со скорпионом. Если он готов поступиться ради своего возлюбленного скорпиона, в принципе, брак вполне может существовать, тем более будет скрашен прекрасными страстными ночами. Женщина овен, мужчина-стрелец. Прекрасный брак, который основывается на великолепной дружбе, на понимании, на деловых контактах, на большой страстной любви. Поэтому считается, что в этом браке счастливы оба – и овен, и стрелец. Следующая пара у нас – женщина овен, мужчина-козерог. Ну, вообще, можно сказать, что союз своеобразный. Если он зародился в ранней молодости, то, в принципе, люди еще имеют шанс притереться. Хотя, в общем и целом, женщина овен, напористая, агрессивная, можно сказать, не сдержанная на язык, спокойный козерог. Ее не понимает, не приемлет, считает, опять же, поверхностной. И союз из-за этого весьма трудный. Но, в принципе, еще раз напоминаю, если люди женятся в ранней молодости, то, в принципе, к зрелым годам могут вполне притереться. Все держится в основном на долготерпении козерога. Но, в общем и целом, если разобраться, есть ли счастье в этом браке, оно весьма сомнительно из-за разницы темперамент. Следующая пара – женщина овен и мужчина водолей. Союз брачный весьма редкий. Почему? Потому что люди совершенно, в общем-то, разные встречаются. На первоначальном этапе, конечно, обоих друг к другу притягивают новизна, отношения и необычность партнера. Если у этих людей потом, после вступления в брак, нет общего дела, которое их связывает, общих детей, ради которых они могут, собственно говоря, все-таки продлевать собственную жизнь, брак практически обречен. Я бы сказала, что эти люди очень полезно встречаться для коротких приключенческих, романтических романов. Встретились, оставили друг по другу прекрасный след и исчезли из жизни друг друга раз и навсегда. А в общем и целом, если, опять же, напоминаю, если нет дела, которое объединяет этих людей или детей, ради которых они могут жить, этот брак очень быстро из романтического и прекрасного превращается в брак отчуждений, где люди как посторонние живут и не знают, для чего они это делают. И последняя пара, женщина-овен, мужчина-рыба. Но брак точно так же, как брак с девой, фактически обречен на неуспех сразу. Люди совершенно эмоционально друг к другу не показаны. Рыба постоянно находится под давлением овна, обжигается его неуемный темперамент, оскорбительные слова, унижение. Как правило, рыбы быстро этот брак заканчивают. Такой брак не могут спасти даже совместные дети. Поэтому, дорогие овны-женщины, вам подходит не так много партнеров. В принципе, существует такое понятие, как нетипичность знака. То есть люди, которые, в принципе, не страдают обновскими болезнями или готовят, во всяком случае, их вылечивают. Ваши основные беды, которые вы можете испортить в любой брак, это постоянное желание лидировать. Ваши вспышки, ваши импульсивности, ваши чудачества, которые не могут выдержать в основном ни один знак зодиака. То есть вам подобрать партнера очень трудно. Если вы научитесь прижимать своих демонов, если вы научитесь держать возле свои негативные черты, фактически вы можете начинать брак с любым человеком. самым главным не забывайте, вы не самый легкий партнер, но если вы пускаетесь на брачные отношения с кем-либо, постарайтесь, пожалуйста, уважать человека, с которым вы живете. Тогда у вас 50% успеха будет, чего я вам и желаю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok